Новое испытание для рубля. Нефть может упасть до 50 долларов за баррель. Новое испытание для рубля. Нефть может упасть до 50 долларов за баррель в 8 часов, 8 августа 2019 года. AP Photo, Хасан Джамли. Нефти. AP Photo, Хасан Джамли. Москва, 8 Авкрия. Новости, Наталья Дембинская. Нефть опустилась ниже 56 долларов за баррель впервые с января. Основная причина обострения торговой войны между США и КНР. Аналитики не исключают, что котировки могут рухнуть до 50 долларов к концу года. А при худшем сценарии еще раньше. Ждать ли обывало на рынке и выдержит ли российский рубль турбулентность в материале РИА Новости. Почему упала нефть? Нефяные котировки покатились вниз с самого начала августа. Смуту внес Дональд Трамп, объявивший о новых 10-процентных пошлинах на китайский импорт объемом 300 миллиардов долларов. Ситуацию обострило резкое ослабление китайской валюты. Народный банк Китая снизил курс до 7 юаней за доллар в ответ на действия американской стороны. Рынок испугался снижения спроса на нефть в связи с возможным обострением торговой войны Вашингтона с Пекином и замедлением китайской экономики. Стоимость Brent продолжила снижение, опустившись ниже 57 долларов за баррель. 6 августа, 8 часов. Трамп в ярости, Китай обвалил юань в ответ на тарифы. Впрочем, на нефть давит не только панические настроения, есть и фундаментальные причины для снижения котировок, главная из которых переизбыток предложения за счет бурного роста добычи в США. США активно наращивают добычу в два раза быстрее, чем ее сокращают страны ОПЕК+. В частности, двузначные темпы роста добычи держатся в Пермском бассейне, указывает Екатерина Крылова, главный аналитик Промсвизбанка. О том, что предложение нефти будет увеличиваться быстрыми темпами и это создаст существенный перекос, уже предупредило Международное энергетическое агентство. Как считают в МЭА, усилий ОПЕК-плюс по дальнейшему сокращению добычи будет недостаточно. На саммите в июле этого года страны ОПЕК-плюс продлили соглашение о сокращении добычи нефти, относительно уровня октября 2018 года до марта 2020 года. России в рамках этого соглашения необходимо сократить 228 тысяч баррелей в день. В мае эта задача была перевыполнена во многом за счет остановки прокачки через нефтепровод «Дружба». Впрочем, если Россия лидирует среди стран ОПЕК-плюс по сокращению добычи, то всего 9 из 21 страны ОПЕК и ОПЕК-плюс выполняют целевые показатели. Вчера, 21-29 нефть марки Brent опустилась ниже 56 долларов за баррель впервые с января до 50 за баррель. Аналитики не исключают, что с учетом роста добычи в США страны ОПЕК-плюс увеличат квоты на сокращение добычи с нынешних 1,2 миллиона баррелей в сутки до 1,7 миллиона баррелей. А само соглашение может быть продлено до конца 2020 года. Но такое решение может быть принято только в декабре, когда состоится следующее заседание. В этой связи мы ожидаем плавного снижения нефтяных котировок до 50 долларов за баррель к концу года, прогнозируют в Промсвизбанке. Внезапного и стремительного падения котировок эксперты не ждут, но не исключают и более негативный сценарий, а бывал может спровоцировать повышение пошли на китайские товары с 10 до 25%, чем уже пригрозил Трамп. Впрочем, в том, что президент США готов действительно пойти на обострение взаимоотношений с Китаем, наблюдатели сомневаются, рассчитывая на переизбрание, он сосредоточен на состоянии финансовых рынков. 4 августа, 8 часов. Долгая чужая война. Трамп объявил о новых пошлинах на товары из КНР. «Трамп не столько политик, сколько торговец. Он любит надавить, потом дать задний ход, потом снова атаковать. Это его стиль работы с контрагентами», отмечает Алексей Коренев, аналитик ГК Финном. «Если рынки упадут, Трампа просто съедят. Поэтому во вред себе он действовать не станет», добавляет Виктор Марков, старший аналитик икцерик капитал менеджмент. По его словам, после краткосрочного падения, нефть может провалиться до 55 долларов за баррель, копировки вскоре вернутся к равновесному уровню в район 60 долларов за баррель. Выдержит ли рубль? На снижение нефтяных цен российская валюта уже отреагировала падением до 65 рублей к доллару и 73 к евро. Чего ждать от рубля, если нефть сильно подешевеет? Ослабление не избежать, но причин для существенного падения аналитики не видят. Для этого нужны какие-то веские причины, такие, как, например, события на Украине, что привело к резкой девальвации. В последние три года рубль держался в районе 60 единиц за доллар. Стоимость нефти ниже 50 долларов действительно критична для рубля. Но чтобы баррель опустился ниже этого значения, нужны серьезные потрясения, а пока этого не наблюдается, отмечает Марков. Вчера, 16.4. Орешкин назвал текущий курс рубля близким к фундаментальным значениям. Кроме того, в последнее время корреляция рубля с нефтяными котировками заметно снизилась. Это следствие реализации бюджетного правила, в рамках которого на все доходы от продажи нефти по цене свыше 40 долларов за баррель Минфин покупает валюту и направляет ее в бюджет. Если ситуация обострится, Минфин сделает перерыв в закупках валюты, как это уже было в августе прошлого года, чтобы поддержать рубль. Базовый сценарий аналитиков Промсвизбанка предполагает вторую волну ослабления рубля до конца года. К концу года пара доллар, рубль может прийти к 67-67,5 рубля за доллар при нефти около 52 долларов за баррель. Ждать мощной волны девальвации нет оснований, сообщил аналитик банка Михаил Поддубский.